здравствуйте значит сегодня мы с вами поговорим о работе с шуруповертами вот приобрели значит очередной шуруповерт не последний не крайне очередной сейчас посмотрим проверим и сделаем выводы какие шуруповерты покупать что лучше так ну так упаковочка нормальная такая посмотрим что здесь как эта инструкция инструкция так вот щеточки щеточки пока не улетала чтобы и шар шуруповерт значит сразу скажем что шуруповерт ну что на есть бюджетного варианта самый дешевый дешевле просто не было его значит дешевле просто не было на этом мне уже не первый шуруповерт значит первоначально я покупал значит аккумуляторные батареи аккумуляторный шуруповерт с батареями они неплохие удобные очень хорошо работать ими значит шнур не мешает все но надо постоянно их заряжать и самое главное то что аккумулятора хватает но на год на полтора после этого нужно менять или шуруповерт или покупать новый аккумулятор очень дорого получается значит вот перешел значит на электрические шуруповерты значит ну сейчас поработаем а потом значит сделаем выводы значит и подведем итоги значит посмотрим как она что будет сейчас включим посмотрим ну для работы шуруповертом надо сразу что приобретать биты вот значит биты вот значит такого порядка ну тоже не очень дорогие вот такого порядка значит ну и вот вот такого порядка вот они каленые значит значит все синяя еще такая лента стоит но вот эти биты получи но она получается 1 1 будет дороже нежели вот две таких две таких ну попробуем сейчас закрутим проверим ну что говорит по значит поэтому шуруповерту значит мощность у него значит 280 ватт много это или мало посмотрим как будет работать значит патрон патрон значит диаметр сверла может зажать значит 10 миллиметров но это нормально это хорошо значит он 1 скоростной то есть песка си и скоростей переключения нету с реверсом но сейчас шуруповерта все с реверсами кнопка удобная насчет шуруперта и тяжелого то есть легко значит и можно работать ручка достаточно удобно и достаточно удобно и посмотрим сейчас попробуем вот начнем с самого простого самых маленьких шурупов он маленький шурупики смотрите на малых оборотах вот закрутили открутили когда допустим много шурупов крутить и здесь вот видите здесь здесь уровень усилия можно побольше поменьше идет чтобы прощелковался значит это есть но говоря о шуруповерта значит у кого значит нету значительной работы нету значительной работы значит вместо шуруповерта можно использовать простую отвертку ну вот вот видите я использую такую значит который вставляется бита бита но значит вот но если такие вот маленькие шурупы маленькие шурупы это отверточки закрутить просто если надо дома закрутить 2-3 самореза то наверно смысла нету прилетать шуруповерт видите это очень просто значит уже здесь шурупы значит шуруп побольше побольше это уже шурупы этого насколько получается вот уже 60 на 60 уже отверточка уже будет посложнее пошел повертом посмотрим практически без усилий практически большие очень хорошо на 60 75 не будем на пробовать сейчас попробуем побольше еще этот уже у нас видите 110 брусок сотка брусок сотка ну вот насквозь бушок вот так вот поставим ушел поставим на старшего перестачку он не закрутился лишь уже посоление увидите трещотка работает потому что стоит на четверочке маловато маловато но вот поставим на восьмерку 110 закрутил легко без проблем и выкрутим выкрутим но 110 уже солидно даже нагрелся даже нагрелся вот еще значит саморезик у нас есть еще больше значит это 125 это вот смотрите значит 125 125 значит значит будем закручивать новое место что не в то что в который что старое было бы проще конечно но в новое но я думаю здесь надо усилия посоление посолению химину потому что мощности хватает значит шуруповерт шуруп 125 миллиметров закрутился со практически свободно сейчас попробую выкрутить нагрузка хорошая вышел очень горячий получился очень горячий ну что подведем итоги какие-то работе шуруповертами ну первое значит если нету значительной работы пользуйтесь просто отверткой вот можно любой отверткой я вот предпочитаю то который залит замена битой очень хороший может быть такой здесь вот в наборах бывают отверточки очень хорошо очень хорошо значит шуруповерт и значит бюджетный вариант вот видите она скоростной так можно сказать что за 125 шуруп саморез закручивать легко мощность его небольшая мощность небольшая значит получается 280 ватт но здесь у меня есть шуруповерт вот интерсколовский интерсколовской имя уже работает достаточно долго это у меня уже будет второй интерсколовский шуруповерт тоже очень хороший все еще две скорости идет но немножко подороже подороже где-то на тысячу как минус в этом шуруповерте значит у него что вот подгорает кнопочка вот проработал я значит первым шуруповертом года полтора наверно круг ну кнопочка значит подгорел вот приобрел второй значит значит этот шуруповерт у меня недолго где-то полгода так ну пока претензий к нему нету претензий нету значит что такого шуруповерта значит мощности крутить саморезы хватает крутит хорошо удобный легкий ну вот как может быть недостаток можно сказать что пластик немножко значит запах у него есть если будете дома дома значит на балконе наверное будет придется держать а так значит если в гараже на даче очень хорошо ну и последнее значит если этот допустим вы крутите крутите значит значит вот шуруп саморез там крутили что-то не получилось а значит значит или бита значит немножко сносилась или что шуруп нерез самый надежный шуруповерт это 8 молоток берете молотоки и готова до новых встреч до свидания